Здравствуйте! Вторую неделю лило и был туман, и очень сильно хотелось куда-то поехать. И поехали мы на остров Готланд. Можно туда морем, можно туда небом, но мы выбрали морем. Процедуру езда на паром вы наверняка видели неоднократно в чужих видео, это не уникальный случай. Паром идет порядка трех с половиной часов. Есть смысл выезжать ранним паромом, чтобы был целый день впереди, а по пути успеть выспаться в каюте. Из-за короткого рейса никакого постельного белья в каютах не предусмотрено, и продвинутые граждане таскают с собой подушечки, мы встречали таких в коридоре. Сидения не предусмотрены для того, чтобы разложить их в спальное место, единственное поднимаются спинки, и тогда само сидение становится чуть шире и удобно лежать. Конфигурация кают в принципе такая же, как на всех теплоходах, таких круизного типа, только сидения не предусмотрены для того, чтобы на них спать и не удается постельное белье. Но опять же, как я говорил ранее, сидения можно использовать для того, чтобы полежать, если поднять спинки вверх. Стандартный санузел для такого типа, душ даже, но единственное, что нету банных таких полотенец, не выдают. Ну потому что в принципе предполагается, что за три с половиной часа особой необходимости сходить в душ не возникнет. На двери как положена какая-то реклама и какие-то там правила типа эвакуации и так далее и тому подобное. Так выглядит салон, если не брать каюту, то можно ехать здесь. Довольно удобные кресла, но вообще на самом деле мы ездили без каюты и за три с половиной часа устаешь. Правда в каюте дороже на 40 евро за двоих в оба конца. Это зона кафе, в высокий сезон столики окон заняты всегда. Большая земля провожает туманом и дождем. Теплоход подает гудки в тумане как положено. Вот где-то здесь появилось ощущение начала отпуска. Спасательные шлюпки еще яркие, не выгорели. Судно вообще довольно новое, оно в 19-м году спущено на воду. На верхних палубах никого, потому что холодно, туманно, ветрено и сильно влажно. Некоторые трапы для выхода на верхнюю палубу были закрыты вовсе. Было даже солнечно, если вы улавливаете мою иронию. Но на самом деле на некотором удалении от земли стало немного более ясно и лить перестало. На корме загрузочные пандусы, которые подняты на ходу, само собой. Здесь именно заезжают автомобили, мотоциклы, велосипеды. Пешие туристы заходят через специальный коридор. Это же ужас, хехотсмена выйти из тумана и увидеть перед собой такую громадину. Оно, конечно, гудит, чтобы все убирали с его пути. Но оно же едет больше 50 км в час. Оно может развивать такую скорость, оно не всегда ходит с такой скоростью, конечно. Перевозит 1650 пассажиров и 500 легковых автомобилей. За брак по звуку, прошу прощения, оставил для того, чтобы продемонстрировать, какой силы ветер не защищает ни защита от ветра на микрофоне, ни фильтры в программе. Приближаемся, в принципе, к водному тут. Блин, тлеща. Судно ход добавило, но ветер, трудный туман. Не видно. Ни-че-го. Дышаться можно только ветром? Приблизительно за 20 минут до прибытия по радио приглашают пройти в автомобиле и быть готовыми к выгрузке. В трюме в машинах оставляют собачек, кошечек и даже лошадей в специальных прицепах. Поэтому просят отключать сигнализации, чтобы не нервничали животные. Но народ, конечно, манкирует. Когда мы выехали из трюма и увидели голубое небо, уровень серотонина просто неудержимо полез вверх. Вот он. При отплытии из Нюнасхамна с материковой Швеции не смогли снять. Ну, потому что расположены были на парковке, где ожидали загрузки. Таким образом, что можно было снять только с кормы. И при этом еще шел дождище. А это видно более-менее. Но это мы уже снимаем в городе Виспир. Люди подъехали, что-то поделали здесь. Они кого-то высадили? Нет. Нет? Возможно, за нами понаблюдали, потому что мы в не очень понятном месте стоим. И поехали. Посмотрели, что мы вроде как, типа, не затеваем ничего такого. Ничего не закладываем. Ничего не закладываем. Посмотрели, что мы обычные туристы, вероятно, и уехали просто. Ну, они так на нас посмотрели из лодки. Пандемию и Балтика, как Средиземка. Это надпись «Добро пожаловать» на гудском диалекте, который распространен на Госланде. Квартиру сняли через Airbnb. И, в принципе, вот я стою от входной двери, снимаю при входе кухня и, в общем, обеденное место. Зал, он же спальня. Ничего сверхъестественного. Кроватка. Софа, на которой можно спать, если там с ребенком, допустим. Туалет. Все просто. Не знаю, где свет включить, но, в принципе, и так видно. То есть, душевая кабина. Все практично, стандартно. Просто умопомрачительный вид из окон. Здесь можно попить кофейку утром, чего-нибудь вечером. На эту лужайку, я надеюсь, будут выходить лоси, олени, кабаны, жирафы, может быть, белые носороги. Не знаю, кого я буду фотографировать. Это в сторону моря. На море сейчас туман. Очень много пролетает водоплавающих птиц прямо над домом. Уже не первая стая. В общем, мы пока, по прибытии, мы довольны местом. Следите за репортажами. Никаких белых носорогов не обнаружилось, но приходила косуля. Их вообще на Готланде около 10 тысяч. В 80-х годах было совсем небольшое стадо. И некоторое время фермеры занимались их разведением. Потом это стало запрещено на Готланде. Около 2000 особей отстреливается ежегодно. И около 400 гибнет в дорожно-транспортных происшествиях. Но поскольку у них нету естественных врагов и хорошая кормовая база, они ежегодно воспроизводят свою численность. Так, вы же видите зайчика? Чуть левее куста и ближе к нам. Там их двое. Еще на сцене появился фазан. И зайцы с фазаном устроили нам однажды утром представление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, не оказалось камеры со штативом под рукой. Это была очень уморительная сцена. Но какая уж есть. Лучше, конечно, снятая на смартфон, чем не снятая вообще. Временами слышим возмущенный стрек от фазана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха-ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Это был репортаж о дне заезда, о начале отпуска 17 мая 2021 года. Еще будет пару серий, и они будут непосредственно про сам Готланд, про его достопримечательности. Всем спасибо за просмотр, всем всего доброго. Лайк!